Ну забыл как-то в центр на машине ездить, потому что гораздо удобнее на метро. Лучше ездить на метро. Вам как раз и предоставляется сейчас слово для того, чтобы задать свой вопрос. Николай Владимирович, вы прекрасную фразу сказали. Мэром должен быть социал-демократ. Так получилось, что я на себе ощутил мэра социал-демократа, мэра Самары Виктора Тархова. Уголовные дела, дыры в бюджете, убитая инфраструктура и так далее. Вот вопрос. Кем вы возьмете в свою команду уже бывших вот таких замечательных мэров социал-демократов? Бывших мы не возьмем. Своих же, с правородством. Николай Владимирович, пользуясь возможностью, я слушал ваши вопросы, которые вы задавали моим коллегам кандидаты на высокий пост мэра Москвы. И коль скоро я, как заместитель председателя Государственной Думы, курирую комитет по науке и наукоемким технологиям, где вам авансом, на мой взгляд, ввиду ваших молодых лет, досталась позиция заместителя председателя комитета, я внимательно два года слежу за вашей деятельностью. У меня к вам возникает встречный вопрос. А вам вот не стыдно в такой аудитории решение таких важных для миллионов москвичей проблем выступать таким мелким политическим киллером, который кусает своих оппонентов за брючину, для того, чтобы напомнить о каких-то политических разногласиях с вождем вашей замечательной партии? Да при чем здесь наша партия? Вам не стыдно, Михаил Владимирович, вам еще три года работать в этом качестве. За вами наблюдают ученые Москвы, преподаватели. Слушайте, Николай Владимирович, партия политическая должна не стыдно. Вы меня в технике учили не перебивать старших, не перебивать в диалоге людей. Вы же демонстрируете свое, я не побоюсь этого слова, неприличное поведение, как кандидата на высокий пост. Так зачем вы меня оскорбляете? Какие брючины? Вам вопрос задали. Тарх в пол Самары довел до чудовищного состояния. Ваш справорос. Кем вы возьмете? Вот и все, я спросил. У нас есть достаточно. Так повезло. Давайте дадим Николай Владимирович ответить на этот вопрос все-таки. А он мне начинает про комитет. Вы хотели что-то спросить вашего оппонента? Я с удовольствием использую 20 секунд. В комитете по науке и науко-емким технологиям я работаю. У него 40 поправок закона об академии и науке и так далее. Из вашего ответа я не понял. Вы считаете, что государственные машины не должны, Госдума не должна платить за государственные машины депутатов? Нет, нет, нет. Я наоборот считаю, что не должно. Но...